Полувековая история школы-интерната подошла к концу. Между выбором ремонтировать аварийные здания или просто закрыть, чиновники выбрали второе. Не посмотрели ни на то, что здесь собраны дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ни на то, что таких общеобразовательных школ-интернатов всего два в республике. 9 октября 2013 года получили с Министерства образования приказ о ликвидации школы-интернат. От 8 октября 2013 года основанием является распоряжение правительства Республики Башкорстан о ликвидации государственного бюджетного общеобразовательного учреждения. Работает комиссия по ликвидации, составлен и утвержден план мероприятий по ликвидации. И на основании вот этих документов идет процесс ликвидации. 150 детей не только из города, но и из Краснокамского, Калатасинского и Наульского района и даже Уфы были направлены в учебные заведения по месту жительства. То, что интернат закрыт окончательно, ни они, ни родители, ни даже учителя поверить до сих пор не могут. Дети очень расстроились. Приходят в гости, звонят, родители приходят, расспрашивают, когда же откроется интернат, когда закончится ремонт. Все ждут. Учеников здесь ждали до последнего. К первому сентября даже постели все застелили. Спонсоры к началу учебного года подарили новые кровати. И только на прошлой неделе, когда поняли, что шансов нет, сняли шторы. Сейчас всю мебель разбирают. Прецеденты на нее уже нашлись. Имущество, которое по факту принадлежит Министерству образования, раздается по всей республике в другие школы. Одна машина с самым ценным уже направлена в Уфу. С нас же там сотрудники расстаются тяжело, ведь собирали по крупицам, обивая пороги, выискивая меценатов. Главный вопрос сейчас стал с трудоустройством сотрудников уже бывшего интерната. Новый учебный год уже начался. Штаты школ полностью комплектованы. А потому найти работу всем пока не удалось. Там 65 сотрудников было, включая преподавателей, воспитателей и технического персонала. Из них на сегодняшний день 10 находятся в декретном отпуске. Пятеро безболезненно уходят, это пенсионеры. 17 уже трудоустроены из 65. Среди 17 больше всего там, конечно, учителя, преподавателей. Но проблемы есть. Вот где-то 32 человека у нас сегодня вопрос стоит. Вот сегодня ко мне подошла. Мы не успели еще переговорить с директором. Будем решать, думать, куда трудоустроить. Но труднее всех пришлось воспитанникам. Среди них были те, кто в интернате учились и жили с первого класса. Они были уверены в своем завтрашнем дне. И в один миг для них все поменялось. У некоторых ребят уже упала успеваемость. А кто-то и вовсе стал прогуливать занятия. Здесь хорошо учились. Все, кто на дороге, так, кто нахожу спорили. С одной стороны, в один раз попали. Там вообще не знаю, что здесь получилось. У нас родители очень часто. Здание учебного и жилого корпусов, как и все, здесь принадлежит Министерству образования. Но, скорее всего, республика передаст их городу. А вот как администрациями распорядится, пока вопрос открытый. Большая площадь интерната в центре города – все же лакомый кусочек. Наталья Бурова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».